Всем привет! Мне пришла на обзор камера от известной китайской компании Reolink и сегодня мы ее рассмотрим и протестируем. Мне уже ранее приходила камера от этого бренда, но то была модель подороже, а сейчас я вам покажу модель дешевле, но от этого она ничем не хуже и очень хорошего качества. Итак, название модели у нас RLC420. Это у нас вот такая вот купольная камера, которая хорошо упакована в небольшую коробку. В комплекте у нее есть кабель для подключения интернета, шурупы для камеры, отвертка и макулатура с подробным объяснением, как подключить и настроить камеру. Хотя подключается она без проблем. Если вы обратили внимание, то заметили, что камера работает от блока питания на 1 А, но его в комплекте нет, но есть флешка на 16 ГБ. Объясняю. Когда вы заказываете камеру, можно выбрать, что вам будет идти в комплекте. Флешка, например, или зарядка, или просто одна камера. В моем случае флешка на 16 ГБ была в комплекте. Кстати, вот как она вставляется и закручивается болтиками и воды не боится. Камера защищена по стандарту IP66, то есть она будет прекрасно работать как внутри, так и на улице и не боится как влаги, так и высоких и низких температур. Корпус сделан из крепкого материала, похож на алюминий, но крепче. Что же касается начинки, то у нас 5 Мп с разрешением 2560х1920 пикселей, то есть почти в 2,5 раза выше расширения Full HD 1080p. Также есть 18 инфракрасных светодиодов, которые отменно снимают в ночное время. Для теста я сделал съемку со своего окна, а живу я на 9 этаже, так что камера видит ночью очень хорошо, как и днем. Дальность ее четкой видимости заявлена в 100 футов, а это 30 метров, но мне кажется, что видно намного дальше. При тесте вы все сами видите. В реальности картинка лучше, но так как я делал тест на телефон и включил запись экрана, то я не уверен, что изначальное качество картинки сохранилось и вам оно передалось. Но вживую все очень хорошо видно. Но есть нюанс, видно все хорошо только в неподвижном положении камеры. Если камеру вводить со стороны в сторону и трусить ею, то качество картинки значительно ухудшается. Это купольная камера и она настраивается для наблюдения за одним участком. Так что трястись она точно не будет и картинка будет классная. Углы обзора у нас горизонтальный 80 градусов, а вертикальный 58. Кстати забыл сказать, камера также пишет и звук, так как в ней есть встроенный микрофон. Подключался я к камере через телефон, скачав официальное приложение Reolink. Работает камера через кабель интернета, встроенного Wi-Fi модуля у нее нет. Если вам нужна камера с Wi-Fi модулем, то в описании я оставил ссылку на мой предыдущий обзор, в той камере Wi-Fi есть. Вот как происходит подключение. Заходим в приложение, нажимаем плюсик, это добавление нового устройства. Интернет, ясное дело, должен быть у вас включен. Сканируем штрих-код на камере, он находится сзади. И камера автоматически подключается к телефону. Все легко и просто. Но тут в приложении от нас хотят какую-то информацию непонятную. И это не логин и пароль, который указан там, где штрих-код. Это непонятно что. Но выход очень простой. Выходим из программы, потом заходим в нее еще раз и нажимаем кнопку play. И все прекрасно работает. Не понимаю, зачем те костыли были с какими-то паролями. Вообще, если нужно, то можно подключить сразу несколько камер. Или целую систему наблюдения из таких вот камер или других моделей. И смотреть через компьютер, что происходит одновременно на каждой из камеры. Но я заморачиваться не стал, подключил только к телефону. Если нужно, можно включить в камере опцию на движение. И она будет реагировать на каждое движение, которое происходит в кадре. И в этот момент вам будет отправлено сообщение на вашу почту и на телефон. А также будет вестись запись происходящего. Как по мне, функция очень удобная. Например, поставили вы себе в доме такую камеру или в гараже. И как только в кадре появляется какое-то движение, хотя его там и не должно было быть, вам на телефон раз и упало оповещение. И вы уже погнали разбираться, что там такое происходит. В общем, как по мне, штука очень полезная и классная. Сделана добротно и качественно. Настраивается и подключается тоже без проблем. Главное, чтобы интернет был. И функционал с качеством изображения на высоком уровне. Да еще и цена невысокая, как для таких камер. А стоит она у нас на Алиэкспрессе 3600 рублей. А скоро еще и распродажа. Так там вообще за 300 можно будет такую купить. Вроде неплохо. Что вы думаете про эту камеру? Как она вам? Пользуетесь ли вы подобной или нет? Кстати, скоро распродажа на Алиэкспресс. В честь ихнего дня рождения. И по хорошим ценам можно будет купить не только камеру, но и кучу других устройств. Так что берите на заметку. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересного. Спасибо за просмотр. Всем пока.